Ну хорошо, значит давайте приступаем. Первое, этика. Давайте разберёмся с тем, что такое этика. Вокруг этого вопроса сломано копии просто нереальное количество. Что такое этика? Что такое целостные действия? Что такое этичные действия? А как это? А что это такое? Вот я сколько консультирую людей, когда я начинаю разбирать ситуацию и смотреть, почему они находятся в том, в чём они находятся, это всегда вне этика. Всегда люди совершают какие-то нецелостные действия, негармоничные действия с точки зрения Вселенной. И потом удивляются, почему у них в жизни жопа какая-то. Итак, этика — это то, как устроено от природы. Исходно, понимаете? То есть это исходное состояние духовного существа. Когда духовное существо находится в очень хорошем состоянии, когда оно осознанно, оно всё сильнее укоренено в себе, то оно видит, что действовать этично — это его природа. Понимаете? То есть, по сути, что такое этика? Этика — это не что-то, что вам можно навязать. Это не какая-то система, которую можно к вам приложить. Нет-нет. Этика — это ваше исходное состояние целостных, искренних, честных, гармоничных действий. Понимаете? И чем ближе вы сами к себе, тем более вы этичны. Вот теперь давайте по поводу интуиции. Что такое интуиция, по сути? Что такое голос интуиции? Голос интуиции — это как раз ваше чувство глубинное, как в моменте сделать правильно, как для вас и для этой Вселенной лучше всего сделать в этом моменте. Но у большинства людей что? Что с интуицией? Этот голосочек очень тонкий, чувствительность не развита, да, и человек как бы сам себя типа не слышит, сам себя, ну, типа дурит. То есть большой ум, очень много думания, очень много размышлений на тему, как поступить правильно. А вот это вот чувство, да, вот это вот внутреннее чувство, оно такое часто тоненькое-тоненькое, но стоит тебе его не услышать, и стоит против него пойти, как ты попадёшь неизбежно в страдание расплата за предательство интуиции. Ну, фактически, что такое ты предаёшь интуицию? Это что такое? Да ты фактически не слышишь, что ты на самом деле хочешь сейчас. То есть иначе говоря, ты на самом деле сам себя не слышишь, не слышишь душу, не слышишь своё сердце. Оно тебе подсказывает не делать чего-то или делать. А ты как бы настолько оторван от этого, настолько ты привык рационально мыслить, думать и действовать, что ты очень часто в моменте просто не распознаёшь это. Понимаешь? Вот. И ты это не распознаёшь, и очень часто действуешь на основании выгод, логики, каких-то схем, привычек и так далее. И вот вся твоя нецелостность, ты как бы не распознаёшь этот вот интуитивный отклик в моменте, этот голос тонкий, да? Твою природу, это твоя честность, потому что исходное состояние духовного существа, оно сама честность, сама целостность, сама благость, сама любовь. Понимаете? Вот духовное существо, это качество естественное. Но так как существует эта ложная личность, вот этот вот налёт всяких там мыслей привычных, да, всё это запрограммировано, започковано в голове, и оно само по себе часто крутится, то человек часто просто реагирует. Понимаете? То есть он как-то привычно реагирует, и он оторван просто от этого голоса. И что в результате? Он такой весь как бы вроде всё делает правильно, по каким-то мыслям, по каким-то схемам, по каким-то законам вроде бы вот этого вот общества, да, правильно. А внутри пустота, он чувствует, что он всё глубже и глубже отходит сам от себя. Понимаете? То есть этот голос, он всё дальше, 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 эта связь всё слабее, слабее, слабее. И что такое этика? Этика — это такое философское понятие, то есть вот эта вот целостность, её давно с разных сторон пытаются рассмотреть и как бы оформить во что-то, да. То есть этика — это наука о том, как совершать целостные действия, как вернуться к себе, как быть целостным, как совершать честные, целостные поступки по душе. Понимаете? И вот давайте попробуем условно, условно поговорить об этом, потому что я этот вопрос достаточно давно изучаю, и как смогу я что-то вам передам. Но в любом случае, перед тем, как я начну вам рассказывать, да, об этом, вам важно понять, что этика — это не схема. То есть нету никакой схемы, идеальной схемы этичного целостного действия. То есть ум, он может примерно, конечно, как-то это понять, но в любом случае, всё это как костыли временные для того, чтобы вы вернулись в своё естественное, целостное состояние. Я не психолог. Я не психолог. Я занимаюсь духовными практиками 17 лет. В общем, я как-то откапываю себя потихонечку достаточно продолжительный период и делюсь своими осознаниями, своим пониманием, да, как жить по душе, и поэтому, когда ты просто, когда начинаешь жить по душе, когда ты начинаешь жить интуитивно, вот придерживаясь этого своего голоса внутреннего, через это ты начинаешь своё возвращение к себе. То есть это как бы ты начинаешь к своему внутреннему ребёнку, да, как вот в психологии говорят, начинаешь воссоединяться с самим собой подлинным. И всё сильнее уходишь из этого воспитанного, привитого, запрограммированного персонажа, которым большинство людей стали. То есть большинство людей на автомате живут. У них всё вот уже сложено, как-то они там типа, я знаю, как жить, да, я знаю, как жить, я прочитал много книг, вот они себе сложили какую-то систему жизни, схему, какой-то образ и подобие, да, вылепили свою жизнь, но они не понимают, что никакого у тебя образа и схемы жизни нету. Ты вообще, ну, от природы спонтанный, интуитивный. Творческий, спонтанный, интуитивный, свободный. Поэтому тебе не систему надо найти, в которой ты типа будешь счастливо жить. Тебе важно воссоединиться с твоей этой природой, интуитивной, спонтанной, свободной, творческой, радостной. Когда ты всё сильнее к ней приближаешься, ты всё сильнее обнаруживаешь, что ты более счастлив, более счастлив, более счастлив. И твоё счастье безусловное. Тебе не надо что-то достигать, чтобы быть счастливым. Ты просто возвращаешься сам к самому себе, ты становишься такой большой, разумный, взрослый ребёнок. Жить в кайф, да, но как бы это кайф не такой, как тебе социум пытается это обрисовать, да, что ты уедешь на какие-то острова, будешь лежать возле лазурной водички на пляже, и там только с тобой будет кайф. То есть у тебя в уме могут быть огромное количество образов, типа, где я буду счастливый. Но это всё к твоему подлинному счастью не имеет отношения. Твоя подлинная природа — быть счастливым везде. Ты можешь быть счастливым везде, но для этого тебе важно восстановить свою целостность, этичность и жить по душе, понимаешь, не придавая этого больше. И вот этот процесс восстановления твоей целостности, и этичности, он очень постепенный. Потому что ты очень часто уходил от себя подлинного, вот этот контакт с твоим внутренним ребёнком, с душой разрывался десятилетия часто у людей. И тебя программировали, как бы вовлекали в какие-то схемы жизни. И многие люди там уже как белочки по этим схемам бегают, крутятся, несчастные, нецелостные, врут сами себе, врут другим. И единственное, как они оправдывают всё это, надежда на будущее счастье. Что вот этими несчастливыми, нецелостными, вроде бы нерадостными методами они придут к какому-то счастью. Вот нужно натужиться сейчас, наступить на себя, как-то зарабатывать деньги, и где-то я заработаю эти деньги, и там где-то я себе позволю порадоваться. То есть типичная история. Но ты пришёл не для этого сюда. Это заблуждение. Ты пришёл радоваться здесь, сейчас. И это возможно только, когда ты живёшь этично, честно, целостно. То есть ты больше не связываешься ни с какими людьми, ни с какими ситуациями, которые не продолжают твою честность и целостность. Ты больше не можешь нечестно действовать. Это невозможно для тебя. И дело не в том, что ты боишься наказания какого-то, что тебя кто-то ай-яй-яй придёт, накажет, или как-то тебя там что-то с тобой сделают. Нет, ты этого не делаешь, ты не делаешь нецелостных поступков, просто потому что ты знаешь, что ты потеряешь сам себя и счастье своё потеряешь. То есть как бы это выгодно не было, та цена, которую ты заплатишь, это страдание и несчастье. Рано или поздно ты можешь дойти до этого и понять это в полной мере, что обманывать других, обманывать себя, да, ты вроде получаешь какие-то морковки, какие-то деньги, какие-то бонусы, бонусы, но в этом ты как бы наступаешь сам на свою этичность, целостность, и в этом ты потеряешь душу, потеряешь себя, потеряешь своё подлинное счастье и радость. Поэтому очень важно не просто, что вы делаете, но насколько это целостно, понимаете? Насколько это соответствует этике, насколько это соответствует законам Вселенной и насколько это соответствует вашей исходной духовной природе. Вот этот поступок, каждый поступок, который вы совершаете. Вот буквально сегодня, да, буквально сегодня я ходил там на консультацию. Вот это кейс из жизни, да. Я пришёл на консультацию, и мне нужно было там проконсультироваться по одному вопросу. И я звоню, знаете как, я звоню, 8 800 там номер, договариваюсь по поводу этой консультации. Спрашиваю, знаете как, спрашиваю, сколько это будет стоить? Мне говорят, бесплатно. Ну, это бесплатно, как бы, объясняют, почему, что там какой-то закон принуждает нас давать какой-то объём консультации бесплатно. Но вы поймите, я работаю в бизнесе 14 лет, в маркетинге, в продажах, я всю эту тему хорошо знаю, да. Я знаю, что такое бесплатно в самом начале, да. И как это потом развивается. И когда я пришёл, и да, мне оказали бесплатную консультацию. Ну, что там было, как вы думаете? Что там происходило на этой консультации? Вот напишите вашу версию. Как вы думаете, что там было? Точно, меня начали раскручивать на продажу. Вы же все это прекрасно понимаете. Вот, понимаете? То есть, ты приходишь, тебе как бы оказывают вроде бы бесплатную услугу, тебя консультируют. Но фактически тебе пытаются всё время продать. Ну, я-то знаю, что такое фронт-энд и бэк-энд, да. Как бы это азбука. Но многие люди этого не понимают. Не понимают, как эти ловушечки, все манипуляции работают. У них нету понимания. Поэтому они очень часто соблазняются. Соблазняются. То есть, им кто-то красиво рассказывает, да. Что-то начинает там, а, о, вот как мне сегодня, да. То есть, мне сегодня всё начали очень красиво рассказывать. А что-то я, знаете, как интуитивно чувствую. А вот не надо мне спешить, как бы, да. То есть, они меня уже пытались там раскрутить. Типа, ну, всё, всё подходит, всё нормально. И здесь я что говорю? Я говорю, ребят, спасибо большое. Я побуду с этим. Я сейчас побуду. Всё это обдумаю, так сказать, да, как бы. И если мне это подойдёт, я к вам завтра позвоню. Естественно, они там все расстроились сразу, да. И начали что-то мне говорить. Дальше пытаются, как бы, ну, найти какие-то кнопки, на что-то нажать. Чтобы всё-таки развести меня на эмоцию, да. Развести меня на эмоцию. И добиться от меня срочного решения. Эта вся история социальная, она так и работает. Вас постоянно разводят на морковки, на срочные эмоциональные решения. И если вы оторваны от своей интуиции, если вы не понимаете, что происходит, то вы будете совершать нецелостные действия. Делать всякие глупости, за которые вы будете потом расплачиваться. Это просто один из примеров. Да. Таких примеров много. Вас разводят, так или иначе, нажимая на какие-то ваши вот эти социальные кнопки. Деньги, да, выгоды, секс. Вот буквально сегодня я разговаривал с одним из своих знакомых. У него тема с сексом сейчас, да, как бы. Да, за это будет потом расплата. Каждый раз, когда ты соблазняешься, искушаешься, как бы, да, и совершаешь что-то против своей интуиции, то есть ты повелся на эмоции, ты повелся на какие-то морковки, ты не побыл с этим, ты не прочувствовал, ты механистичный, ты привык реагировать и бегать за выгодой. Тебе впарили какой-то типа выгодный вариант, и ты такой смотришь, это же так выгодно, это же так классно, и у тебя, знаешь, хопа, и в твоих глазах загорелись будущие результаты, будущие выгоды, эмоции. Ты такой весь позитивный, и в этот момент ты абсолютно не слышишь сам себя, совершенно не слышишь свою интуицию, понимаешь? Поэтому любые такие решения не надо принимать на эмоциях, не надо, когда тебе пытаются что-то продать, тебе начинают что-то впаривать, быстро принимать решения. В любом случае ты ничего не теряешь, остановись и побудь с этим, посмотри на это, прочувствуй это. Да, другом будут твоими друзьями лучшими представляться, заботиться о тебе, типа заботиться о тебе, понимаешь? И вот по мере того, как человек становится всё более целостный, всё более этичный, всё более осознанный, всё более понимающий, он всё это начинает быстро, легко распознавать. И что происходит? Какие бы ни были бонусы, какие бы ни были там морковки выгоды, если это не соотносится с интуицией, с голосом сердца, этот человек никогда не спешит сделать это. То есть он может отойти в сторону и попросить время, чтобы побыть с этим. Но чем более вы становитесь осознанно, тем быстрее вы это чётче в моменте улавливаете. Но что-то не то. Знаете, так всё замечательно, но что-то вот как-то нету такого «да» какого-то, какие-то сомнения остаются. Это даже не с возрастом, это с ростом осознанности. Потому что есть люди, которые в 70-80 лет продолжают наступать на эти же грабли все. Так вот, что такое этика? Давайте вернёмся к этике. Этика – это действие максимально выживательное, максимально гармоничное в настоящем моменте для вас и для разных сфер жизни. Ну, у нас это называется динамики, да? И это действие, оно, ну как, оно никогда не бывает идеальным. Вам важно понять, оно не бывает идеальным. Вот, например, я закрываю свой бизнес сейчас, да? Многие начинают орать, как там столько людей, как бы они, типа там, упускают выгоду. То есть, вроде бы кажется, что какое-то нецелостное действие, да? Но на самом деле оно целостное. Оно целостное. То есть, в любом случае, есть какие-то ущербы, бывают какие-то ущербы. Но по другим динамикам, да, вы видите, что по другим динамикам это выигрыши. Вот, и очень часто даже так может обстоять ситуация, что вроде бы все вокруг выигрывают, вроде бы все от этого выигрывают. Ты смотришь, вот все выигрывают, а ты сам проигрываешь. Вот ты чувствуешь, что для тебя это, вот нет реализации твоего счастья, намерения какого-то подлинного. То есть, совершив это действие, вроде все выиграли, как бы, да, а ты в жопе. Ты в жопе, понимаешь? Поэтому тебе важно в первую очередь смотреть, как ты. Этика в этом и заключается, чтобы ты не совершал действия, которые, ну, иначе говоря, не совершал действия против самого себя. Понимаешь? Которые вызовут такие эффекты потом, и такое страдание, ты будешь в этом мучиться. Просто будешь мучиться. И ты ничего не сделаешь, пока ты не исправишь это как-то. Понимаешь? То есть, что такое карма? Вот многие там говорят, оу, у тебя будет плохая карма и так далее. Карма – это человек делает какие-то нецелостные действия, и у него накапливаются вот как раз эти как бы нецелостные действия, превращаются в определенные внутренние конфликты, в конфликты с динамиками этой жизни, да, со сферами жизни. И он как бы искажает своими действиями, он начинает искажать пространство. В результате в нем начинают накапливаться вот эти все кривости, как бы, да, искажения, спайки, блоки. То есть, он, его энергия, после того, как человек совершает нецелостное действие, его энергия уже не может двигаться естественно. Понимаете? Да, вот очень часто бывает, да, ты посылаешь в эмоциях кого-то, а потом жалеешь об этом. Потом эмоции спадают, и ты чувствуешь, что это было нецелостным действием. Вот это тоже один из примеров. Поэтому, когда ты начинаешь пробуждаться, когда ты начинаешь всё это изучать, для тебя всё сильнее становится твоё чувство это, чувство целостности действия, гармоничности. И вот очень важное, сейчас данное я вам дам, послушайте, это очень важно, и запомните. Очень часто то, что является целостным действием для вас, ну, вы чувствуете гармоничным целостным действием, абсолютно будет воспринято окружающими, как типа какое-то преступление и так далее. Понимаете? То есть, это очень часто бывает, вас могут не понять. Вас могут абсолютно не понимать, почему ты так делаешь. А потому что, потому что они никогда, они никогда не видят полный расклад. Они не чувствуют твою ситуацию. Они, ни одно другое духовное существо не знает и не чувствует, что для тебя этично. Это знаешь только ты сам. Это чувствуешь только ты сам. И поэтому очень часто что бывает? Чувство вины, да, то есть, как ты делаешь то, что для тебя целостность. То, что ты чувствуешь для себя гармонично. Но ты боишься часто вот этой критики и того, что на тебя посыпется после этого. Что другие, как бы, они тебя начнут... То есть, всегда есть... Вот знаете, есть три разных понятия. Есть этика, есть нравственность и есть мораль. Вот это три совершенно разных вещи. Этика — это то, как от природы, законы Бога, законы Вселенной. Это твоя целостность, это этичность, как бы, да. Нравственность, нравственность меняется от одного народа к другому. То есть, это разные какие-то нравы. Нравы там в одной группе одни нравы, да. У бандитов свои нравы какие-то там. У, не знаю, у папуасов Гвинеи свои какие-то нравы, да. А есть еще общественная мораль. То есть, это как бы какие-то догмы, да, какие-то правила общества, для контроля общества. Понимаете? И вот получается, что есть мораль, есть нравы и есть этика. Нравственность и мораль, они являются попыткой заменить этику. Так как многие люди не чувствуют себя и были, как бы, оторваны от своего целостного состояния, от своей подлинной этичности, целостности и честности, то они находятся в нечестном, в неэтичном состоянии. И что с ними делать? Они деградировали, оторвались от себя. Что с ними делать? Их нужно же как-то контролировать. И чтобы их контролировать, придумали эти нравы и эту мораль. Понимаете? То есть, общество придумало механизмы контроля. Через насилие, через надо, должен, обязан, чтобы их улаживать. Потому что, если их не улаживать, они начинают беспредельничать. Они же полностью, как бы, ну, оторваны сами от себя. Часто в очень плохом состоянии. Духовно деградированы. Иначе говоря. Поэтому они могут творить насилие, беспредельничать. Поэтому, чтобы их уладить, нужна нравственность, мораль, законы какие-то и так далее. Но когда ты возвращаешься в своё целостное исходное состояние, тебе всё меньше нужна эта нравственность и мораль. Ты и так хороший. Ты и так делаешь. Ты не в состоянии больше причинять насилие. То есть, относиться с насилием к другим людям. Но, с другой стороны, ты больше не можешь принимать насилие в своё... То есть, для тебя это неприемлемо. Насилие в твою сторону. Понимаете? И получается, что вот это свобода. Это свобода. А если ты будешь жить нормально, по этим всем моральным устоям, по этой нравственности, но при этом будешь оторван сам от себя, от своей души, от своего этичного прямого отклика, то ты будешь страдать. Ты будешь весь такой правильный, вроде бы, с точки зрения других людей, и с точки зрения этого социума. Но эта правильность, она тебя не делает счастливым. Счастливым тебя делает только целостность, этичность. А этичность, она непосредственно прямо не связана с моралью и с нравственностью. То есть, очень часто ваши этичные, целостные поступки этим обществом, этим социумом не будут восприниматься как что-то нормальное. То есть, вы будете как бы вне морали и вне нравственности. Понимаете? И поэтому многие люди вас могут не понимать, почему вы так делаете. Потому что все они придерживаются этой морали и нравственности. А вы придерживаетесь прежде всего своей интуиции, ну, Бога внутри себя и голоса сердца. Понимаете? Для вас есть одна сила, это любовь, это счастье, свобода. Вот эти вещи, они становятся первостепенными. Ненасилие. Ахимца ненасилие. Это не правило. Ну, вот пример. Я сейчас закрываю бизнес. Меня никто не понимает. Меня никто не понимает. Как это ты отказываешься от этих денег? Как это ты, как бы, ну, вот столько клиентов отпускаешь? Как это возможно? То есть, с точки зрения социума, это очень странное действие. Ты отказываешься от денег, отказываешься от клиентов, завершаешь свои обязательства все эти, да, раздаёшь деньги. Как это возможно? То есть, с точки зрения социума, морали и вот этих вот всех вещей, непонятный поступок. Но с точки зрения души, с точки зрения этики, это очень целостное действие. Да, люди пытаются всем мне сказать, как им было выгодно использовать мой сервис, и почему мне нужно продолжить им заниматься, чтобы они продолжали достигать свои выгоды и цели. А кого интересует, как я это чувствую? Насколько это этично и целостно для меня, продолжитель его, этот бизнес, либо насколько целостно-этично его продать. А я вижу, что продать нечестно и продолжать нечестно. Вот вижу, что целостный поступок закрыть его. Закрыть. Это было долго, как бы я смотрел на это всё, но вот это я увидел. Понимаете? И многие люди не могут понять, логики никакой нету. То есть, с точки зрения вот этих социальных ценностей, да, норм, ты как бы отказываешься от денег, ты отказываешься от статуса, ты отказываешься от статуса. Так и подарить нельзя. Нельзя подарить. Потому что этот бизнес, он является ловушкой. Это ловушка. Это бремя. Понимаете? Поэтому тот человек, который недостаточно осознан, недостаточно понимает, как устроена жизнь, он может повестись на эту выгоду, «Мне подарят бизнес», обрадоваться, но не понимать, что его ждёт. Понимаете? Он не понимает, что он как бы с радостью идёт в рабство. С радостью, с флагом, идёт такой весь радостный в золотую клетку. Понимаете? И он думает, там, мечтает, сейчас я буду деньги зарабатывать, и буду радоваться в этом бизнесе. А там вот, там вот, там куча проблем, там бесконечный гимор, и он просто понятия не имеет, куда он хочет прийти. Да, то есть он верит в какие-то глупости просто, в идеи какие-то, а как обстоят там дела, не знает как бы. Прежде чем что-то купить, или прежде чем что-то взять, нужно очень хорошо это, вникнуть в это, понять, рассмотреть это, куда ты хочешь побежать, и что ты хочешь взять. Не любой бизнес. Нет. Не любой бизнес. Есть просто бизнесы, ну, как бы, несложные. Есть бизнесы, есть бизнесы достаточно сложные, но тебе они по душе. То есть для тебя это этично, этим сейчас заниматься. То есть ты чувствуешь в себе творческие силы, ты чувствуешь в себе способности всё-таки с этим справляться. Тебе это радостно, в большой степени. Понимаешь? Ну, может быть такое вот, а потом в какой-то момент ты чувствуешь всё, ты уже перегорел, как бы. Но, в том-то и дело, если вы смотрите с обычной вот этой вот парадигмы социума, вы меня никогда не поймёте. Для того, чтобы меня понять, нужно хорошо разобраться в вопросе этики. И вот самое лучшее, именно такое, ментальное представление по этому вопросу я нашёл только в саентологии. там есть целая дисциплина, отдельная, как бы, этика. Ну вот, да. Ну и хорошо, что закрыл. Вовремя понял, что это не твоё. Понимаешь? Это никогда неизвестно. У Оша много есть, но он не конкретно про этику. Он другими словами это говорит. Нет, халлодинамику не практикую. Я практикую аудитинг, это намного мощнее. Так, что-то я хотел сказать вам ещё по поводу этики. Да, вот в саентологии, знаете как, там я не знаю, я просто ей не занимался, поэтому не могу ничего сказать про неё. Не читал про неё, не узнавал. Вот в саентологии как? Так, смотрите. Там было определено, что основной импульс существа, любого существа, это выживай. Выживай, да? Сюда же как бы относится такая вещь, что чем лучше ты выживаешь, тем более ты счастливый. То есть, чем выше твой уровень выживания, да, тем более ты счастливый. Но так как ты играешь, да, и эта игра сложная, эти вектора выживания, они расположены по динамикам. То есть, есть ты сам, это первая динамика, да, ты выживаешь. Есть вторая динамика, это семья. Потом идёт третья динамика, третий динамик, это твоя группа. Например, это те люди, с которыми ты работаешь, какие-то, ну, может, клиенты можно отнести. Четвёртая динамика, это все люди, это весь твой вид, да, весь твой вид. Пятая динамика, это всё живое. Шестая динамика, это всё неодушевлённое. Седьмая динамика, это духовная область, область, ну, скажем так, духовные существа. Восьмая динамика, верховное существо, Бог. Вот есть восемь динамик. Каждый раз, когда ты совершаешь действие, да, в зависимости от того, что ты делаешь, ты можешь проследить по всем этим динамикам, какой эффект ты оказываешь. То есть, где повышается выживание от твоего действия, а где снижается по всем этим динамикам. Это как срез. То есть, насколько ты целостно действуешь, не только сам по себе, но и в отношении семьи, в отношении своей группы, в отношении человечества, в отношении всех живых существ, в отношении всей Вселенной, как бы, неодушевлённой, и в отношении Бога, да, как бы, то есть, такой срез идёт. Так вот, интуитивно, мы интуитивно так устроены, что мы, как бы, когда мы сами хорошо себя чувствуем, да, мы действуем полидинамично, то есть, максимально целостно по всем динамикам. Это встроено в нас. То есть, мы стремимся к тому, чтобы быть максимально целостными по всем динамикам. Но так как большинство людей, они отсоединены часто, у них динамики, ну, там, заряды всякой, бессознательность, куча ложных убеждений, идей, они очень часто делают такую вещь, типа, я делаю для себя хорошо, да, для семьи хорошо, а вот, например, по остальным динамикам меня не колышет. То есть, у них в нереальности, как бы, остальные динамики. Да, то есть, они занимаются собственным выживанием, выживанием своей семьи, а там уже, что дальше меня не интересует. Понимаете? А чем более ты становишься духовно развит, тем более тебя интересует, как все твои действия отражаются на максимальном количестве динамик. И ты прямо это чувствовать начинаешь. То есть, если какие-то у тебя начинают оверты случаться, оверт, оверт, это в саентологии называется нецелостное действие, да, 8 динамик. Вот. Ты можешь совершать нецелостные действия по разным динамикам. И ты можешь, в принципе, разбирать какие-то свои ситуации. То есть, это отдельная дисциплина, как бы, да, в саентологии. И она отдельно, на неё можно обучиться. Вот есть такой курс, называется ДЦЛ, достоинство и целостность личности, да. Там вы как раз вот эти все вещи изучаете. Отдельный курс, где вы изучаете, что такое целостность, что такое достоинство и целостность в поступках. И там как раз вы прочитаете про все эти динамики и так далее. Нет, любое действие не рождает противодействия. Целостное действие не рождает противодействия. Максимально целостное, максимально полидинамичное действие, оно как бы гармонично. Оно не создаёт каких-то искажений. А часто противодействие, Сопротивление особенно создаёт вот эти нецелостные действия, откаты. Вы получаете откаты и карму. То есть чем менее вы целостны, менее этичны, тем, соответственно, хуже ваша карма. Чем более вы возвращаетесь в своё исходное, целостное, этичное. Пример нет. Вы тупые или что? Я же только приводил пример. Я же только приводил из своей жизни. Вот смотри, есть восемь динамик. Давай я тебе ещё раз повторю. Первая динамика – это выживание твоё, твой уровень счастья, твой уровень намерения, выживания – это твой. Вторая динамика – это семья. Третья динамика – это твоя группа, люди, с которыми ты работаешь, близкие, друзья и так далее. Четвёртая динамика – всё человечество. Пятая динамика – это живые существа, любые. Вот человек идёт по улице и пнул кота. Это оверт по пятой динамике. Понимаешь? То есть нецелостное действие по пятой динамике. Ты причинил вред живому существу. Котика бедного, ну как бы, ты снизил его выживательность. Ты ему причинил боль, вред. Понимаешь? Значит, это оверт. За него будет расплата. Кто-то потом тебя пнёт где-то. Понимаешь? Так, чтобы ты прочувствовал, что котик чувствовал. Комары – это другая история немножко. Понимаешь? Комары же на тебя нападают, и ты защищаешься. Это не является нецелостным действием. Наоборот, они как бы пытаются высосать из тебя кровь. Понимаешь? Но вот если ты начнёшь активно, массово уничтожать комаров, это уже будет овертом. Если просто он прилетел на тебя, один сел, и ты его убил, это не проблема. Он сам на тебя нападал. Он вторгся в твоё пространство. Ты защищаешься. Понимаешь? Ты своё выживание защищаешь как бы. Так вот, пятая динамика – это все живые существа. Шестая динамика – это всё неодушевлённое. Например, ты приходишь и портишь собственность какого-то другого человека. Ну, не знаю, там, пришёл в гости и испортил что-то. Как бы, да? Это, ну, злонамеренно повредил что-то. Ладно, непреднамеренно – это ладно. Но ты злонамеренно. Есть люди такие, они что-то портят, вещи там и так далее. Или крадут что-то, да? Как бы. То есть, понимаешь, вот когда ты крадёшь, уже оверт по нескольким динамикам. Например, ты как бы по шестой динамике, скорее всего, это будет оверт. И ещё это оверт, смотря у кого ты украл. Если ты у близких украл, то это по второй динамике. Если у каких-то друзей, у своих сотрудников, это по третьей динамике. Понимаешь, да? Можно, например, устраивать геноцид и в газовых камерах уничтожать миллионы людей. Как это делал Гитлер, да? Это оверт по четвёртой динамике. Огромный оверт. Слушайте, давайте я договорю. Так вот, получается, вот смотри, шестая динамика – это неодушевлённость. Седьмое – это духовные существа. Восьмое – Бог. Так вот, ты можешь посмотреть на свою жизнь, на какой-то свой поступок, взять отдельный поступок. И ты можешь его прогнать по динамикам и посмотреть, кому ты причиняешь вред этим поступкам. Понимаешь? То есть, когда ты что-то делаешь, кто, чья выживательность снижается в этом. И так ты можешь потихонечку научиться, даже таким образом видеть. Но, в принципе, это такой промежуточный этап. Это логический, схематичный подход. Это промежуточный… А если его организации украл? Ну, какая разница? У кого бы ты не украл, это оверт. Понимаешь? Ты взял без обмена то, что тебе не принадлежит. Пересмотришь в записи. Вот. И ты сначала это понимаешь таким образом, скажем так, через интеллект. Но чем сильнее ты всё это будешь изучать, и чем сильнее ты будешь наблюдать за тем, как это работает в твоей жизни, тем ближе ты будешь приходить постепенно к своей интуитивной целостности, этичности. И в какой-то момент ты просто будешь это чувствовать, просто все эти нецелостные поступки, ты просто их будешь мгновенно распознавать в моменте. Да. Расплата неизбежна. Как он будет расплачиваться? Это другой вопрос. Понимаешь, люди же, они думают как? Они думают, что они сами по себе. Они как-то отделены от этого мира. Этот мир сам по себе. Никаких упорядочивающих эти отношения и удерживающих эту реальность в гармонии, в балансе, в порядке, что она не разлетается в клочья. Они думают, что этих законов нет. Понимаешь? И поэтому они совершают такие действия, типа как бы им сойдет это с рук. А на самом деле они просто неосознанные. Они не видят, как все на самом деле здесь гармонично устроено. На самом деле они не видят, что все сбалансировано. И что за любые твои действия ты рано или поздно получаешь расплату. Я ничего не пью постоянно. Оверт, да? Манипуляция оверт. Иначе говоря, вот смотри, что такое манипуляция. Другой не хочет. То есть его выживание не проявляется каким-то образом. Он не хочет искренне. Но ты его можешь убедить и навязать ему, что ему что-то нужно. То, что ему на самом деле не нужно. Но тебе нужно. Понимаешь? Тебе это нужно. Ты его можешь убедить. Он может загипнотизироваться, поверить тебе. И так как он себя плохо чувствует, он может воспринять навязанную тобой цель как свою. Понимаешь? И он будет пытаться достигать какую-то цель, которая ему не нужна на самом деле. И он будет этим снижать свою выживательность. Вот что такое манипуляция. А что такое договоренность? Ему хочется. Он как-то это чувствует. Для него это гармонично подходит. И тебе. И вы вместе объединяетесь и говорите. А давай пока нам вместе по приколу. Ты этого хочешь, я это хочу. Давай вместе играть в это. Если тебе перестанет как бы быть по приколу, ну разойдемся. Понимаешь? Вот это как бы целостное. То есть ты ничего никому не навязываешь. Не обманываешь, не манипулируешь. Ты учишься общаться и честно договариваться с другими людьми, выясняя их подлинные намерения, чувства. Если вам по пути вместе, то зашибись. Если не по пути, ну не по пути. То есть никто никого не давит ничем. Не хитрит, не манипулирует, не навязывает. Есть такой способ играть. И в этом способе игры ты как бы свободен, ты целостен, и ты никому ничего не должен. И на тебя невозможно повлиять, если ты целостен. Но для того, чтобы быть целостным, важно исцелиться. А исцеление, возвращение в себя и познание этики – это постепенный процесс. Потому что вас так долго обучали воровать, делать нецелостные поступки, и относиться к этому как к норме какой-то. Что вы очень часто просто даже не видите, вы часто не замечаете. Вот идет человек и бросил, например, жвачку на асфальт. А другой наступил, и получается, он теперь приходит домой, и он тратит свое время на то, чтобы решить эту проблему. То есть тот создал проблему для этого. Это тоже маленький оверт. Это тоже маленький оверт. Ты кому-то причинил вред, бросил эту жвачку. И поэтому постепенно ты возвращаешься в такое состояние, где ты больше не наносишь вред людям, не наносишь вред существам, как бы. То есть ты это видишь, видишь, что является вредом, что не является вредом. Где приемлемые ущербы какие-то есть, чтобы сохранить большую целостность под другим динамиком. Бывает такое, что по одним динамикам, то есть по большему количеству динамик, ты действуешь целостно, но какие-то динамики по-любому должны пострадать немножко. Наименьшее количество динамик, вот в данной ситуации ты не можешь просто, вот в этом раскладе не можешь сделать так, чтобы вообще все выиграли. Но не получается. Тогда ты уже смотришь, как сделать такое действие, где минимальные ущербы есть. Целостные люди, более одинокие, да, я бы не сказал. Нету такого. Люба, у тебя неправильные выводы. Выводов здесь, в принципе-то, особых быть не может. Здесь это как бы приглашение в путешествие, в исследование. Я не к тому, чтобы ты сделала какой-то вывод сейчас. Я тебе просто обращаю твое внимание, что ты интуитивно стремишься к исцелению, к восстановлению своей целостности. А это невозможно без этики, без понимания вот этих принципов, как это все работает, и без возвращения в жизнь по душе. Так, что пьешь? Слушай, ты если еще раз напишешь, типа, что пьешь, я тебя сразу в бан отправлю. Окей? Договорились? Чтоб ты у нас не засорял, как бы ерундой всякой, комментарии. Поэтому тебе первое и последнее предупреждение. Чего пьешь, это к тебе вопрос скорее. Я ничего не пью. Я вообще ничего не пью. Я вегетарианец, и много-много лет уже, наверное, ну не знаю, года два точно ничего не пил. А что ты пьешь, это хороший вопрос, когда ты последний раз принимал что-то. А что я пью? Да, видно, что воду я пью. Поэтому все души жаждут исцеления. Исцеление. А исцеление — это возвращение в свою жизнь по душе, когда не на мораль ты опираешься, не на нравственность, а на этику. А этика — это твое внутреннее. Как избавиться от зависимости? Зависимость от чего у тебя? Курение. Ребят, напомните, как эта книга называется-то про курение и алкоголь? Скажите человеку, чтобы он почитал её. Ален Карп, да. Не помогла? Ну всё, значит. Значит, судьба твоя — курить. Кури просто, и всё. Не надо избавляться ни от чего. Кури, наноси себе первые динамики своей, наноси ущерб до тех пор, пока тебя, ну пока не почувствуешь, что больше уже не можешь наносить. Понимаешь? То есть люди курят обычно до тех пор, пока их не прихватит что-то. Ну или пока что-то не произойдёт, где они ясно поймут, что они... Курение — это оверт по первой динамике. То есть ты своему выживанию наносишь ущерб. Замените курение молитвой или медитацией. Не поможет ему. ни молитва, ни медитация не поможет. Хотя нет, медитация может помочь. Да. Кури побольше, вот Люба говорит, видишь? Ты сколько куришь в день? Кури в два раза больше. У меня, знаешь, какой был опыт курения в моей жизни? Я был в пионерском лагере и там пацаны уже начали курить. А я ещё был маленький, мне было, ну не знаю, лет 13, наверное, 14. Ну и все же, знаешь, там все курят, и я буду курить. И вот я взял эту сигарету, начал курить. И, короче говоря, на вторую сигарету я траванулся на вторую сигарету, мне так плохо было, я пьевал ещё два дня. Вот на этом весь мой опыт курения закончился. Знаешь, то есть я так накурился, ну что-то для меня, наверное, для первого раза две сигареты было многовато. И я так накурился, что у меня так, мне так херово было. Просто так я отравился, что я больше смотреть на это не мог. Какой там ещё раз? Ты что, ещё раз это повторить? Да. Поэтому кури больше. Кури больше. Плюс тебе важно понимать, что курение это всегда компенсация. Это твой способ уйти от дискомфорта, от боли. Ты где-то находишься просто в нецелостной жизни, где ты живёшь не по душе. Где-то ты сам себя, то есть совершаешь какие-то невыживательные действия против себя, нецелостно живёшь. Какие-то, вот как я сказал, овер ты совершаешь. Тебе плохо. И чтобы это как-то компенсировать, это херовое состояние твоё психическое и телесное, ты куришь. Это наркотик. Любые наркотики, они всегда курятся, чтобы заглушить эту боль, которая возникает из-за того, что ты не живёшь по душе. Понимаешь, это всё компенсаторные механизмы. Алкоголь, наркотики, курение, всё это способ заглушить душевную боль. нервоз, нервоз, в котором ты живёшь. А нервоз, в котором ты живёшь, есть производная от твоей нецелостности, нечестности. Ты врёшь себе, врёшь другим. Ты привык жить в этом самообмане, обмане других людей. Где-то делаешь какие-то грешочки, знаешь, как бы, вот, как бы, живёшь нецелостно, и, ну, что тебе делать? Тебе же совсем плохо. И вот хоть какая-то маленькая радость такая, знаешь, вот, пойти покурить. Хоть как-то порадовать себя. Не надо, слушай, ещё в Библии написано, не суди, да не судим будешь. Эта Вселенная так устроена, что каждый получит по заслугам. Не переживай. Не думай, что, как бы, существует какая-то несправедливость в этом мире. Если ты начнёшь изучать жизнь многих людей, ты увидишь. Ну, это, ты понимаешь, когда ты начинаешь это изучать и понимать всё глубже, ты видишь эту всю гармонию, ты видишь, как работают эти компенсационные механизмы, и ты очень часто, страдая от них, уже вот, ну, мучаясь вот в этом всём, ты в какой-то момент понимаешь, что оно того не стоит. Это-то и выводит тебя постепенно опять в целостность, в этичность. Понимаешь, это как страдание, это как твой учитель, этот механизм, который тебе помогает всё-таки понять, как это от Бога устроено, да, как это работает на самом деле, вернуться в это, в свою естественность, в свою целостность, в своё подлинное счастье. То есть, всё это страдание, это механизмы, которые тебя, как бы, дают знать, что ты что-то не то делаешь. Поэтому, как только ты начинаешь всё сильнее исцеляться и возвращаться сам в себя, тем меньше страдания. Ты хочешь схему какую-то? Смотри, схемы нет. Но ты в этот момент почувствуешь. Вот когда это произойдёт, кто-то на твоих глазах сбил, да, ты увидел номер, и ты в этот момент почувствуешь. Ты и так чувствуешь интуитивно, это правильно или неправильно. Тебе не надо думать, тебе надо чувствовать. Как ты чувствуешь вообще? Это раньше называли совестью. Совесть. Если ты не скажешь, то тебя может совесть начать мучить. Понимаешь? То есть, если ты не говоришь и испытываешь от этого какие-то муки, означает, что не целостное действие. Тебе надо сказать. В какой-то ситуации совершенно по-другому. Если ты скажешь, тебя будет совесть мучить. Понимаешь? Наоборот, не надо было говорить. Нету схемы. Да, есть совесть. Понимаете, совесть-то указывает на вот эти сигналы души. Но очень много навязано внутри. Очень много этих догм и правил. И поэтому могут типа взывать к вашей совести, а на самом деле пытаться сделать вам нравственно и морально правильным. Понимаете? То есть, нравственно-моральным с точки зрения социума сделать правильным. Они это считают совестью. А вашей совестью является этичность, целостность. Понимаете? И очень часто ваш этический целостный поступок может отличаться от того, как смотрят на это мораль и нравственность. Фундаментально отличаться. Поэтому вы как бы бессовестны можете быть с точки зрения социума, ах, какой ты плохой, какой ты бессовестный. Поэтому важно вот это все. Я же говорю, я когда проходил этот курс ДЦЛ, я там и узнал впервые, что этика, нравственность и мораль это три разных слова, которые показывают на совершенно три разных явления. И не зря это три разных слова. То есть, я начал прояснять это, разбираться в этом. И постепенно я понял, что это совершенно разные вещи. А у большинства людей все это одно. Они все это смешали в одну кучу и называют, часто даже в словаре написано, что мораль определяется через нравственность, нравственность определяется через мораль. Этика туда начинает впутываться. То есть, запутались люди. Запутались что, где, как. страдания меня привело. Страдания, куча проблем, жопа в жизни. Очень много накосячил всякого. И в очень плохом состоянии был. И не понимал, вроде я такой, вроде весь такой хороший, как я думал. Весь такой нормальный, весь такой вроде, ну вот знаете, как многие люди живут и думают, да вроде я нормальный. за что мне господи, за что мне это прилетело. Ну просто это такое очень поверхностное отношение. Ой, у меня уже батарейка начинает разряжаться. Так, ну давайте еще пару вопросов сейчас подключу. Аккумулятор здесь достанет. Ну хорошо, вижу вопросов нету, значит будем завершать. все, ребят, давайте тогда до следующего перископа. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok